Вы слышали о Microsoft Visual Desktop? Некоторые поэтому решили бежать на Linux, но сомневаются в программном обеспечении. Здравствуйте, я Антон Павленко. В этом видео вы узнаете, какие программы установить на ваш Windows, которые будут работать в Linux для безболезненного перехода. Вначале Microsoft начала убеждать, что надо покупать Office по подписке, а теперь выпустила Windows Visual Desktop. Эта система виртуализирует Windows 7 и 10, приложения Office 365 Pro Plus и другие. Для этого используется фирменная оболочка системы Azure. По сути, это своеобразный ответ на Chrome OS, в которой для пользователя есть лишь браузер и веб-сервисы. Многие пользователи интернета считают, что это попытка убийства обычных компьютеров в пользу облаков, чтобы Windows покупать по подписке. Ну что, бежим на Linux? В некоторых случаях, мне кажется, подписка даже удобна. Например, мне не нужен Windows на постоянной основе. В Linux мне все устраивает. Но на одном из проектов мне понадобилось отредактировать PSD документ. Зачем мне для этого покупать Photoshop за баснословные деньги? Я могу заплатить, например, 300 рублей и попользоваться им час в облаке. И совесть чиста, и по карману не ударит. Или в повседневной жизни вам не нужен мощный ПК. Но иногда возникает желание поиграть в крутую игруху. Облака и подписка вам в этом помощнике. В этих вариантах подписная модель очень удобна. Но довелось мне поработать в дочке компании, которая исполняет мечты. Там головная организация навязала нам подписную модель на Office, Windows и даже Windows Server. Если бы это была компания по типу стартапа, выстрелит или нет, это выгодно. Но компания, в которой я работал, за 5 лет заплатила за 3 комплекта обычных лицензий. Об этом можно рассуждать долго. Но подписочная модель в России не прижилась. Что делать? Искать альтернативу. Например, переходить на Linux. Многие боятся это сделать, потому что думают, что не привыкнут к новым программам. Дальше я вам расскажу, какие программы работают на Linux и Windows. Вы к ним привыкнете и сможете спокойно перейти на Linux. А перед этим я хотел бы поблагодарить вас за донаты. Сейчас у меня не лучшие времена и ваша помощь очень кстати. Спасибо вам. А еще Кирилл прислал мне комплектующие. Спасибо тебе. Как найти его страницу в ВК, вы найдете в описании. А если и ты хочешь попасть на доску почета, шли мне ссылку на личную страницу в социальных сетях вместе с донатом. Первое, что на ум приходит, это офисный пакет. В Linux и Windows вы спокойно можете пользоваться облачными сервисами наподобие Google Doc. Я, к примеру, так и поступаю в 80% случаев. А вот в автономном режиме есть мощный офисный пакет LibreOffice. Это офисный пакет с открытым исходным кодом. Поддерживает большинство популярных операционных систем, GNU Linux, Microsoft Windows и Mac OS. В его составе текстовый редактор Write, табличный редактор Calc, средства создания и демонстрации Impress, векторный редактор Draw, редактор Formal Mask, система управления базами данных Base. Все компоненты хорошо сочетаются и дополняют друг друга, предоставляя пользователю все необходимое для ежедневной работы с документами. 100% совместимости с Microsoft Office я вам обещать не могу, но я дискомфортно не замечаю. А вы знали, что УДТ является международным и государственным стандартом документов? Дальше нам бы хотелось зайти на любимый сайт. В Linux есть все популярные браузеры. Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox и даже Яндекс.Браузер. Правда нет интернет-эксплойера, но вы им пользуетесь. В общем, привыкать не придется, без любимого сайта вы не останетесь. После тяжелого трудового дня, многим хочется посмотреть киношку. Вы, конечно, можете посмотреть кино онлайн, но на даче, где нет интернета, нужна автономность. VLC Media Player – свободный кроссплатформенный медиаплеер, разрабатываемый компанией VideoLang. Программа работает на большинстве современных операционных систем и мобильных платформ. Для VLC не требуется установка дополнительных кодеков. Они уже встроены в программу. Также может воспроизводить DVD, потоковое видео и интернет-радио. Кстати, о фотошопе. Вы же все равно стопроцентно им не пользуетесь. GIMP – свободно распространяемый растровый графический редактор. С его помощью можно решить множество задач, такие как ретушь фотографий, объединение изображений, создание изображений, создание иллюзий и так далее. Я с помощью него готовлю превью к ролику. В общем, в GIMP есть очень много функций. Разнообразные выделения, масштабирование, искривление, штамп и так далее и тому подобное. Для повседневного редактирования фото вы найдете все, тем более он спокойно становится на Windows. А что с играми? Есть Steam. Я им не пользовался, но судя по описанию в интернете, по этому значку вы найдете игры, которые работают на Linux. А еще я встречал игры, выпускающие клиенты на Linux. По этому поводу надо снимать отдельное видео. Если надо, пишите в комментариях. Но если вы разработчик, тут для вас раздолье. Все продукты JetBrains, SublineText, Atom, NetBeans и даже Visual Studio Code от Microsoft. Все это работает подобие операционной системы. В общем, куча кроссплатформенных инструментов. Да и если вы разработчик, вы и так это знаете. А некоторым нужен почтовый клиент. И в Linux и Windows есть Mozilla Thunderbird. Это бесплатная, кроссплатформенная, свободная, распространяемая программа для работы с электронной почтой. Поддерживает протоколы SMTP, POP3, IMAP, NNTP, RSS. Хорошая альтернатива Microsoft Outlook. Бонусом аудиоредактор. Аудасити, свободный кроссплатформенный аудиоредактор. Работает под управлением операционной системы Microsoft Windows, Linux, MacOS, FreeBSD и другие. Это хороший редактор, он полностью удовлетворяет мои нужды. И не только мои, даже некоторые профессионалы им пользуются. А какие вы используете кроссплатформенные программные обеспечения? Напишите в комментарии, помогите новичкам. Конечно, в Linux не хватает поддержки некоторого периферийного оборудования и топовых игр, но если вам это не надо, Linux хорошая альтернатива. Возможно, десктопы скоро превратятся в тонкие клиенты и их будут разрабатывать энтузиасты. И на арену выйдет Linux. И десктопы на Linux будет выгодно поддерживать облачным провайдерам. Но мне кажется, это все мои мечты. А если у вас есть возможность поддержать канал, ссылка будет в описании. Также подписывайтесь на канал и социальные сети, ставьте лайки. Увидимся в следующих видео, например, вот этих. А еще у нас есть телеграм-чат. Ссылка будет также в описании.